Вот мы выезжаем, и вот мне надо еще доехать какое-то расстояние, и все, я вот не вижу первую полосу уже, 200-300 метров уже не видно. Но приходится вот таким вот образом, потихоньку, по чуть-чуть между людьми. Ежедневно рисуем? Ежедневно, да. В ежедневном порядке вот таким вот образом. Итак, изо дня в день Барнауле с Юрией Котло каждое утро по одинаковому маршруту выезжает на работу. Эта дорога напоминает квест, задача игрока в котором не попасть в ДТП. Обзор умешает рекламный щит на краю тротуара. Проблема-то в следующем, что когда выезжаешь здесь на поворот, соответственно, вот сейчас видно даже отсюда автобус и вторая полоса, то есть первая-вторая полоса, они перекрыты для обзора. Хотелось бы подъехать ближе, но есть автобусная остановка, автобус по диагонали заезжает. Соответственно, ты не можешь таким образом спозиционировать машину, чтобы безопасно повернуть на свою полосу. Стрессовая ситуация и почему сегодня? Потому что, собственно говоря, уже несколько опасных ситуаций было. То есть, длительность помех этого щита, она не в днях или годах, а в ситуациях выражена. Чтобы узнать, насколько мешает щит обзору водителя, мы обратились в ГИБДД. В ведомстве ответили, что понятие треугольник видимости в данном случае не применяется, так как речь идет не о перекрестке. А значит, нарушения требований национальных стандартов нет. Автоэксперты признают потенциальную опасность таких участков. Я придерживаюсь такого мнения, когда в районе проезжей части, в районе дороги должно быть минимальное количество объектов, не связанных с дорожным движением, то есть знаки какие-то, щиты необходимые для этого дела. Это все закрывает обзор. Водитель, когда выезжает, ему что-то закрывает обзор. Что он применяет? Он применяет слово «выглядываю». То есть, выезжаю медленно, с промежуточными остановками, а не просто посмотрел вроде никого и поехал. Кстати, в ходе написания сюжета в ГИБДД нам рассказали следующее. Рекламный щит на этом углу расположен незаконно. Установлено, что разрешение на эксплуатацию отсутствует, в связи с чем возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 14.37. Нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении направлено на рассмотрение в Мировой суд Центрального района города Барнаула. И теперь автомобилистам остается ждать решения и верить, что за этот промежуток времени не случится ДТП. Дмитрий Дроздов, Алексей Фрезин. День с толком.